Илья, приветствуем. Добрый вечер. Мы сидим вместе с нашими зрителями в ожидании обращения Владимира Путина. Но я хотел начать не с этого, я хотел начать с вопроса. А как вы восприняли новость о том, что сегодня были объявлены даты этих так называемых референдумов, и сегодня же они активно давали понять о том, что мобилизация, по всей видимости, это вопрос времени. Как вы эти новости воспринимаете, как даете оценку им? — Насчет референдумов я вообще не считал бы, что это новость. Они нам этими референдумами морочили голову с самого начала, ну, фактически с начала войны. Они явно считали очень удачным и позитивным опыт с Крымом. Просто по факту того, что для внутренней аудитории это было показать для того, что, смотрите, Крым — это люди, которые хотели себя от нам, а для внешней аудитории это был предлог для друзей Путина. И чуть менее искренних, чем его друзей, но тоже таких оппортунистов, которые хотели бы сказать, что давайте оставим Путина в покое. Для них это повод сказать, ну, смотрите, референдум уже какой-то был. Ну, кривенький, косненький, ну, какой-то. Ну, по крайней мере, там что-то русские считают, что там не все хорошо. И им казалось, что можно эту ситуацию повторить. То есть идеальный план, плана было захватить вообще всю Украину и сказать, что это теперь украинская СССР, у СССР, да? В рамках нашей новой большой прекрасной России. Ну, если хотя бы не все, то по кускам ее отгрызать. Вот одна область его провела референдум, другая область провела референдум. Вот так все у нас хорошо. Они не понимают, я уверен, что они не понимают, что вот эти новые референдумы, во-первых, подтачивают идею старого крымского, то есть снижают шансы Путина по итогам этой войны, если там не будет коллапса и разгрома российской армии, если будет какое-то даже не перемирие, да, и де-факто какое-то затихание и притащение огня, это подтачивает его шанс и оставит за собой Крым. Потому что задним числом это бросает такую очень некрасивую тень на то, как проводился тогда референдум в 2014 году, напоминая о том, как он проводился. А во-вторых, они всю дорогу тянули, им все равно хотелось как-то вот красиво, чтобы это было в границах административных. Вот область Донецкая, как у нее есть границы внутри Украины, вот так же она одним куском входит в Россию. Чтобы это не было такого, что вот на тот момент, когда они референдум проводили, вот здесь еще стоят украинские войска, а что тогда делать с этой территорией, там, получается, не было референдума, а вот как ее считать, начитать им хотелось, чтобы было по красоте. И они смирились вот сейчас уже с тем, что их по красоте не будет. Они уже в таком приступе отчаяния пытаются хоть что-то за собой застолбить и напугать весь мир, ну и в том числе Украину, но и в первую очередь, конечно, Америку и Европу, что вот если вот теперь уже Украина пойдет отбивать то, что сейчас Россия уже отбила своим, не просто какие-то территории республик, которые они помогают, самопроизглашенные, а вот уже на российскую территорию. Вот тогда-то все и начнется всерьез. То есть вот тогда тоже война будет, они спецоперации, тогда уже ядерную бомбу скинем, и вообще у нас ей будет очень плохо. Ну как Украина относится к этим вещам, по-моему, понятно просто по факту взрывов в Белгороде и в Крыму, которые Россия всю торопу считала своей. То есть если нам хотят сказать, что нападение на территорию России – это красная линия, то эти красные линии мы, в принципе, проехали еще весной, потому что в Белгороде начало взрываться чуть ли не с февраля, и с марта уж точно. Последние недели, так и, по-моему, даже недели не проходят, чтобы в Белгороде что-нибудь не сгорело, не взорвалось, и не прошла какая-нибудь эвакуация из какой-нибудь приконченной деревни. И в этом смысле, конечно, ни на кого эти красные линии впечатления давно уже ни на кого не производят. Вопрос только о мобилизации. Я думаю, что, честно говоря, что мобилизация – это по России ударит. Ударит ли она по Украине, и когда – это вопрос открытый. А вот то, что они по России ударят сразу в момент, когда ее решат провести, это к гадалке не ходи, просто потому что Путин во многом опирался всегда на пассивное большинство, то есть на людей, которые готовы… Не то, что они готовы выйти за него, но такого не было никогда, но готовы не создавать ему проблем, пока их оставляют в покое, пока их маленькая, плохая жизнь, пока в нее государство не очень сильно вмешивается, не очень сильно, но ее портит. И вот наступил черед этих людей. Государство готово в приступе отчаяния начать портить уже их маленькую, плохую жизнь. И для них наступает тот момент, когда уже надо или идти в саботаж откровенный, или у кого побольше денег, наверное, откупаться, у кого есть возможность сбежать за границу, бежать за границу, но у кого нет ни того, ни другого, тот будет либо саботировать эту мобилизацию, либо он окажется в положении вот этого пушечного мяса, которому в спину смотрят дуло заградотряда и гонят туда на украинские пушки. Ничего хорошего, конечно, для них в этом нет. Поэтому я не думаю, что мобилизация, если будет объявлено, что мы мобилизуем миллион человек, что это приведет к тому, что они наскребут хотя бы 100 тысяч готовых воевать и хотящих воевать. Потому что все, кто хотел воевать, там давно уже как добровольцы или призвались в российскую армию и пошли в эти самые, как они называются, ополчения или не все внутренних дел, в этих самых Дэнер и Ланер, в общем, у них была уже возможность что-то сделать, все, кто хотел. Все остальные не хотят и не будут хотеть. И от того, что Путин скажет, что отечество опасности, не захотят. Мне это кажется вполне очевидным. Илья, вы вот как юрист, как адвокат, наверняка читали сегодня новости про новое законодательство, которое придумали и за один день буквально утвердили в России о том, что сейчас за добровольную сдачу в плен будут сажать в тюрьму. До этого вообще не было никакой такой статьи. За отказ воевать будут сажать от 10 до 15 лет. Какие-то совершенно безумные репрессивные сроки придумали. По-вашему, сработает ли это как механизм устрашения людей, которые не хотят воевать, которые, в общем-то, хотят быть дома с семьей, ходить на работу, а к ним пришел Путин и заставляет их ехать, воевать, умирать непонятно за что, иначе их посадят там на 10-15 лет. Ну вот это механизм именно, что устрашение, а не механизм воздействия на поведение этих людей. То есть тот, кто не будет сам читать закон, не будет в этом разбираться, не будет искать какие-то возможности, а просто услышал по телевизору, что вот теперь уже посажают как присаление, испугается, и пойдет безробно делать все, что ему говорят. В реальности вообще непонятно. Но я не думаю, что депутатов сильно беспокоило, тех, кто писал этот закон, сильно беспокоило, как они будут его применять. Это именно такая декларация, потому что человека, который сдался в украинский Пен, вам очень сложно посадить на сколько угодно лет. Неважно, год, два, пять, миллион. Он уже не в вашей власти. Он находится там. И будет ли он в обмене, не будет ли он в обмене, это вообще надо и сказать. Что касается разных разветвлений со стороны того, кто отказался воевать или не отказался воевать, я не думаю, что это может увеличить количество людей, которые прямо вот так вот на весах, как доктор Ливси в известном меме, будут считать, что вот здесь у меня 15 лет, а вот там у меня отказ воевать, что там не лучше. Нет, просто увеличится количество офицеров внезапно павшего в бою с ранениями в затылок и в спину. В общем, как это и можно предсказать уже даже и сейчас, да, потому что когда у вас ваш красный политрук или наоборот православный офицер гонит куда-то, куда вы не хотите идти, вы переглянулись с вашими сослуживцами, застрелили его, да, ну и пошли сдаваться в плен. Таких случаев будет гораздо больше, чем там думают любые люди, которые... Я, собственно, даже не уверен, что серьезно нужно вникать в то, что они там себе думают, потому что закон принимался именно как декларация, не как инструмент для влияния на реальную картину событий, а именно как декларация, что все по-взрослому, все серьезно, вот теперь уже отечество опасно. Самое смешное в этой истории, если сказать смешные моменты, это то, что эти люди с февраля говорили, что Россия защищается и борется за свое существование, что это вот не просто какая-то прихоть завоевать чужую территорию, нет, это вот Россия защищает свою цивилизацию от Запада, да, вот они доигрались до того, что сейчас на камне для Путина его личное выживание, а для России реальное существование, потому что если эту войну проиграть вот в том виде, как она идет к проигрышу сейчас, то Россия, конечно, не переживет, эта единственная страна, а пойдет трещать по всем шваммам. То есть они накарпили, по сути дела, как мальчик, который включал волки-волки, вот так к Путину пришли волки, которых он сам накликал. И поэтому ему сейчас приходится идти на какие-то отчаянные шаги, которых он не хотел, естественно, хотел, чтобы это была победоносная война, маленькая, без всякой мобилизации, с его замечательным всех оружием, с его прекрасной армией. И только он сейчас находится в такой стадии, где либо он, либо его. Илья, у меня вопрос про реакцию международного сообщества. Мы видим сейчас осторожные заявления европейских властей о том, что референдумы не будут признаны. А вот эскалатор, ну то есть я оцениваю однозначно, сегодня гости нашего эфира, все говорят о том, что это как эскалация. Ну то есть это повышение ставок, повышение градуса, мобилизация, если она случится. Какой реакции на это ожидать от мирового сообщества? Пойдут ли они дальше просто военной поддержки в плане вооружения? Стоит ли нам ожидать в каком-то там отдаленном будущем, возможно, вмешательстве? Ну почему нет? Отдаленное будущее вообще не рассматривается. Здесь все сейчас происходит в масштабе дней и недель. Я думаю, что мобилизация это вообще не эскалация. Мобилизация это сугубо внутренняя такая мера, да, чтобы растерянные люди, которые лишились работы уже и лишатся их вот-вот, чтобы они были более запуганы с одной стороны, а с другой стороны вот у них выход, пожалуйста, значит, вот там работы нет, но вот те военкоматы. И по сравнению с ситуацией, которая была еще месяц назад, когда заманивали деньгами, то сейчас уже хотят, уже пряники кончились, поэтому удлиняют кнуты. А эскалация это попытка вот именно шантажа, то есть совершенно очевидно, что никакие директори не будут признаны абсолютно никем. Но они взялись не для этого, они взялись для того, чтобы взяли на слабой стать. Но вот если вот сейчас вот у вас, вы уже пойдете отвоевывать то, что уже Россия признала своим, вот тут-то мы применим ядерное оружие. Я думаю, что это блеф, я думаю, что... Мне хорошо думать, что это блеф, да, я и про войну думаю, что это блеф. Я просто думал, что Путин не рискнет воевать, понимая, что война это всегда риск. А он парень трусливый, и он никогда не любил рисковать. Он всегда все свои решения оттягивал до последнего. Всегда старался как-то вот так вот полутонами, без решительных каких-то движений довести до ситуации, которая его устраивает. Просто если по поводу начала войны он мог себя убедить, или его кто-то убедил в том, что все будет схвачено, все гарантировано, то по поводу ядерной бомбы он... не знаю, тогда к какой стадии безумия нужно дойти, чтобы убедить себя в том, что можно безопасно применить ядерную бомбу без риска того, что с тобой что-то за это сделано. Просто потому, что диктатор, который применил ядерную бомбу и остался безнаказанным, это такой четкий сигнал для всех остальных диктаторов. Вот раньше был такой один безумный, и все. А сейчас, если люди поймут, что это окупается, если ты какой-нибудь африканский или азиатский диктатор, и у тебя альтернатива согнать в могилу половину своей страны, но зато получить атомную бомбу, вот сейчас у тебя уже однозначный выбор, конечно же, атомная бомба, потому что это реально работает. Если у тебя есть атомная бомба, с тобой ничего не сделают, тебе можно все. И понимая это, я думаю, что Путину не дадут из этого выскочить просто так. В идеале, конечно, мы не знаем об этой внутреннику, но в идеале ему уже сказали, что если трюкнешься и применишь тщательное оружие, то мы применим его против тебя. Но мы живем, к сожалению, в идеальном мире, я не знаю, как это на самом деле устроено, поэтому нам остается, наверное, скрестить пальцы и делать, что мы делаем, и будь что будет. Просто какой еще может быть подход к этой ситуации? Поднять лапу и сдаться, да, такого подхода нет. Это не вариант. У меня... Жур, спрашивай, спрашивай, потом я спешу. Да, а я еще хотел спросить, извиняюсь, может быть, такой наивный вопрос, а немножко он такой, может быть, потому что провокационный. Зрители постоянно пишут в чате, что вот неужели мобилизация, на которую Путин может решиться, даже частично, она не будет какой-то иметь момент переломный в этом противостоянии, потому что у Путина просто будет больше физически, ну как рук, людей, которых можно поставить под ружье, под оружие. Или в современной войне это не имеет никакой роли и вооружения Украины, и опыт? Если бы это был XIX век, если бы это были кремневые ружья, и один человек с ружьем, это один человек с ружьем, а сто это сто, и вот была бы такая чистая архитметика, да? Может, это был какой-то смысл, но, к счастью, у нас Е21, со всеми плюсами и минусами, мобилизация, во-первых, всегда бардак, даже в странах, где все это продуманно, организовано, да? А в России это бардак в квадрате. Ну вот представьте себе, да, что все ваши знакомые, сколько их у вас есть, значит, завтра получают повестки. Ну или там незнакомые, но, по крайней мере, соседи там по дому, да? Вот у каждого человека, в его окружении, несколько человек получают повестки и исчезают неизвестно куда. Что с ними при этом происходит? Их сажают в какие-то вагоны, их куда-то везут, по дороге путают, кто-то теряется, кто-то сбегает, кто-то напивается, не хватает формы, не хватает оружия, не хватает горючки, потом начинается зима, их куда-то привозят, сажают в какой-то холодный сарай, там они простывают. В общем, вот это вот все будет помножено на десятки тысяч. При этом воевать с ними все еще не хотят. То есть их можно поставить в ситуацию, когда у него сзади стоит политрук с пистолетом, но как только этот политрук отворачивается, чтобы, извините меня, входящий звонок, который меня перерывал. Меня все еще слышно? Я все еще в эфире. Да-да-да, хорошо. Как только политрук отворачивается, если этот человек не хочет воевать сам, если у него нет своей личной инициативы, но он, естественно, ищет первую дырку, когда можно забиться, защелиться от этого политрука и переждать самое лучшее. У украины ситуация принципиально другая. То есть здесь тоже мобилизация, здесь тоже есть определенная пиззаловка, но гораздо больше людей, которые реально хотят воевать. Причем не просто отбиваться, отбиться и пойти домой, а у них уже реально горят глаза, чтобы что-то с этими русскими сделать, неважно какой территории. И в этом смысле Белгородская область, ну и перспектива, в общем, довольно сумрачная по этому поводу. Поэтому вот эта магия цифра, сколько там Путин может, как вы говорите, поставить под ружье, но не может он поставить под ружье. Он может отдать приказ, чтобы начался великий хаос. Сколько из этого хаоса он извлечет боеспособных солдат, вопрос открытый. Я думаю, что в десятки раз меньше, чем ему самому кажется. Но для того, чтобы как-то вот людей внутри России, независимо от того, сколько из них окажется на фронте, запугать и как-то заставить забиться и замолчать, это мобилизация гораздо более эффективный инструмент, чем для того, чтобы достичь чего-то на фронте. Мобилизация, на первую очередь, мобилизация тыла, вы понимаете, да? И такой показательный террор в отношении тех, кто по этому поводу что-то хочет сказать или сделать. Такое нужно рассматривать. Я не думаю, что кого-то в Украине пугает чисто арифметическое увеличение российской армии. И для того, что Путин может начать воевать серьезнее. Он так делал все, что мог до сих пор. Но вот этого все, что мог, ему до сих пор не хватило, чтобы с нами что-то сделать. Поэтому я буду надеяться, что дальше не хватит. Илья, скажите, пожалуйста, вопрос как человека погруженному. А какие сейчас вообще настроения в украинском обществе, в украинской армии, особенно после того, как стало понятно, что в России, судя по всему, будет какая-то мобилизация. И уж точно стало понятно про референдумы. Насколько-то там все изменилось отношение к военным действиям или нет? Я не знаю ни одного человека в Киеве, на котором произвело бы хотя бы малейшее впечатление. Вот это вот сенсация у меня, что Россия собирается про референдум. Это в принципе не новость, это не обсуждается. Мобилизацию здесь обсуждают где-то с марта, то есть когда стало понятно, что первая попытка отбита, и что Путина рано или поздно войска начнут заканчиваться. Здесь периодически возникает разговор, о том, что же мы будем делать, если русские мобилизуются. Ну, и с самого распространенного среда все то же самое будем делать. Вряд ли у них получится таким путем что-то радикальное изменить. Поэтому ни то, ни другое, на самом деле, для украины новости. Для России это колоссальная новость. Для каждого отдельного россиянина шансы, что он из этой войны не выйдет целым и его семья не выйдет целая. Уж точно он не выйдет без потерь каких-то там экономических или потери работы, или потери дома, или потери кого-то из друзей, родных. Для среднего россиянина эти шансы, конечно, резко увеличились. А для украинцев это как-то не нравится. Спасибо большое. Илья Новиков, адвокат, был в эфире «Популярные политики». Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Путиным «Популярные политики». Продолжение следует...